Дмитрий Глухов Ретро-поездом из Москвы в Калугу в столице региона стартовали новогодние гуляния. Сейчас будет еще веселее. Со следующего года в Калужской области начинает действовать региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения. В Обнинске после ремонта открылся памятник первопроходцам атомного подводного флота. В городе есть все, да, говорят, нету моря. Но Обнинск обязательно что-то придумывает. В новогоднюю ночь ковид вежливо подождет на пару часов больше. Ограничения для общепита смягчены. Будние чемпионов. Кудаисты лицея державы рассказали, как спорт стал смыслом их жизни. Он дал хороших друзей настоящих, с которыми мы с самого детства и до сих пор дружим, общаемся. На неделе Владислав Шапша объявил, в Калужской области с 2021 по 2025 годы будет реализовываться региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения. Ее цель, отмечает губернатор, повышение качества и доступности первичной медпомощи, в том числе жителям сельской местности. Руководитель региона подчеркивает, речь не только о современном оборудовании. Внимание уделяется и профилактической работе, и решению кадровых проблем. В программу уже включено 19 медорганизаций. В планах строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов в черте Калуги, в Жуковском и Малоярославецком районах. 85 ФАПов и амбулаторий заменят. 116 учреждений здравоохранения капитально отремонтируют. Будут закуплены 202 единицы нового оборудования, в том числе рентгеновские и маммографические аппараты, томографы. Приобретут 198 новых автомобилей для доставки маломобильных граждан в медучреждения. Ранее введенные в Калужской области ограничения будут несколько смягчены. 15 декабря губернатор подписал постановление, согласно которому в новогоднюю ночь организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели смогут оказывать услуги общественного питания в ресторанах, кафе, барах и ряде других заведений до 2 часов ночи. Речь идет о 1 января 2021 года. Напомним, ранее было принято решение, что вышеперечисленные заведения с полуночи и до 6 утра должны прекратить обслуживание клиентов в залах. Разрешено только доставкой или на вынос. Период действия ограничений с 1 декабря 2020 по 15 января 2021. В субботу 12 числа на Обнинскую станцию прибыл ретропоезд. В этот день он отвозил туристов из Москвы в Калугу на открытие проекта «Калуга. Новогодняя столица 2021». Выдалась возможность и нам понаблюдать за торжествами. На платформе гостей встречали представители администрации Обнинска, переодетый в Дед Морозов духовой оркестр под управлением Павла Дронова, а также губернатор Калужской области Владислав Шапша. Дедушка, а вы тоже в Калугу едете? В Калугу, дорогой мой, в Калугу! Сев на поезд в родном городе, губернатор вместе с главой администрации Наукограда, послами Японии, Финляндии, Италии, представителями федеральной власти и международного бизнес-сообщества отправился в региональный центр. Ну вам не скучно было ехать на Калужской области? Сейчас будет еще веселее. Хорошо. Отправились в областной центр и обнинские волонтеры. 12 декабря в Калуге официально стартовали предновогодние гуляния. Друзья, если вы будете такие тихие, Новый год точно не придет. Здравствуй, Калуга! Слушайте, непростой год, конечно, где-то он нам сильно всем насолил. Но мы очень хотели этого праздника. Сегодня мы запускаем Новый год по всей стране. Ответьте мне на три вопроса. Мы ждем праздник Новый год? Да! Мы любим Калугу? Да! Мы гордимся Россией? Да! С праздником! Открылась ярмарка Рождество на Старом Торге. Проходил парад Дедов Морозов и Снегурочек. Все и не перечислишь. Торжества не обошлись без участия представителей Наукограда. Наш музей подготовил выставку, где гости новогодней столицы могли ознакомиться с историей Обнинска. Также в большом праздничном концерте приняли участие коллективы и сольные исполнители города. Гуляния и празднества в Калуге продлятся не меньше месяца. Во вторник состоялось очередное заседание Обнинского городского собрания. Помимо утверждения новых границ одного из городских ТОСов и отчета о проделанной работе комиссии по здравоохранению, обсуждался городской бюджет. В рамках нашей итоговой передачи подробно остановимся на медицине. Отчет о работе, недавно созданной, но активно работающей комиссией по здравоохранению, представил Константин Пахоменко. Круг вопросов, к решению которых подключилась комиссия, велик. В основном касаются они работы клинической больницы номер 8. Это и нормализация работы горячей линии, и решение технических сбоев программ, и очереди за больничными. Только часть списка. Были проведены договоры с Ростелеком и Макснетом, которые в настоящее время не обеспечивают интернетом клиническую больницу, о возможности подключения высокоскоростных линий без перебоев для выписывания электронных больничных листов. Также были обеспечены за счет средств частного бизнеса, в частности аптечной сети Health Farm, регистраторы пол-центра, горячей линии, стола справок и регистраторы выписки больничных листов гарнитурами. Значит, Health Farm закупил 10 гарнитур, и они были переданы руководству клинической больницы. В планах комиссии рассмотрение работы скорой помощи и урегулирование вопросов с электронной очередью, размещение ответов на часто задаваемые гражданами вопросы в соцсетях. Глава администрации поблагодарила входящих в состав комиссии депутатов и всех, кто включился в работу. «Будем еще, к сожалению, обращаться, потому что ситуация остается напряженной», говорит Татьяна Леонова. Сити-менеджер вслед за депутатами отмечает, огромная проблема для больницы и людей, что не все работодатели умеют обращаться с электронными больничными листами. Многие просто не желают адаптироваться под современные реалии. Это ведет к появлению очередей. Очень важный переход на систему 040. Вы видите, все-таки та напряженность, которая была, она спадает. Значит, сейчас развернуты действительно новые рабочие места. Мы активно включаем вторую поликлинику детскую. Есть трудности, очень большие трудности, потому что нет просто технических специалистов в КБ-8. И опять-таки администрация занимается тем, что устанавливает компьютеры, просит компанию «Макснет», еще других IT-специалистов, которые бы просто поставили компьютеры, установили программу и научили людей работать. То есть вот, казалось бы, элементарные вещи, которые должны вот так вот делаться, да? Но в результате мы с вами все это проходим в врачном режиме. В ходе обсуждений выявлялись и новые проблемные ситуации. Скажем, класс вывели на дистанционку. Вернуться ученикам за парты так же легко не получится. Надо получать справки, рассказывает Марина Хоменко. Значит, снова очереди толпы народа. В четверг в Обнинске торжественно открыли обновленный памятник первопроходцам атомного подводного флота – рубку подводной лодки К-14. Достопримечательность города начинали ремонтировать еще весной этого года. По ряду причин ремонт затянулся, и открытие состоялось только сейчас. О митинге в следующем сюжете. Рубка давно нуждалась в капитальном ремонте. Старая облицовочная плитка облупилась. Вандалы украли несколько элементов памятника. Строителям предстояло выполнить немалый объем работ. Ремонт планировали завершить к празднованию Дня города, но получилось закончить только в декабре. В городе есть все, да? Говорят, нету моря. Но Обнинск обязательно что-то придумал. И есть подводная лодка. Значит, в городе есть моряки, значит, в городе есть традиции, и в городе есть действительно очень хорошие люди, которые хранят традиции, которые передают их с поколения в поколение. Реконструкцию помогли осуществить компания Обнинскорксинтез и ОНПП Технология. Куратором проекта стал заслуженный художник Российской Федерации Александр Шубин. 17 декабря можно считать днем рождения Отечественного Атомного Подводного Флота. В этот день, 56 лет назад, был подписан приемный акт первой советской атомной подводной лодки проекта 627. Сегодня, в день 62-летия Атомного Подводного Флота, мы можем вспомнить те славные вехи, которые Атомный Подводный Флот за эти 62 года прошел. Это покорение Северного полюса и проход подо льдами Северного Флота на Дальний Восток, и кругосветное путешествие, и путешествие групп кораблей. В ремонтные работы входило преображение постамента, сделаны новый фундамент, облицовка и благоустройство прилегающей территории. Восстановлены ходовые огни на самой подводной лодке и внешняя архитектурная подсветка. Завершилось торжественное мероприятие возложением венков и цветов к памятнику первопроходцам Атомного Подводного Флота. Кристина Забожко, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. Возвращаемся к медицине. В понедельник в телекомпанию позвонили из клинической больницы. Не руководствовали сотрудники. Жители, оказавшиеся в огромной очереди возле регистратуры. Опять. Звонившие утверждали, вопиющая ситуация с большим скоплением народа в помещении не особенно кого-то из персонала беспокоила. Потому обнинцы и попросили журналистов приехать и запечатлеть происходящее в фойе. Вот сколько окорчик-то, одна работает. Не знаю почему. Народы только накапливаются. У нас вот сейчас надо тест узнать, какой отрицательный, положительный после болезни. А потом неизвестно куда. Там терапевту, еще чего. Как открываются эти больничные, тоже ничего неизвестно. Дозвониться невозможно. Вот стоим уже неизвестно сколько. Запись на 10 дней вперед. На терапевту, на госуслугах, там вот на сайте. 10 дней терапевтов тоже не хватает. Все идут там и поднимитесь. Там у терапевтов... А на последнюю регистратуру хоть одну? Очередя стоят. Невозможно вообще сюда зайти. По часу, по полтора стоим в очередях. Куда смотрят вообще главврачи? Я не понимаю даже. Город науки называется. Словом, здравствуйте, социальная дистанция и меры профилактики. Те самые, о которых так много везде говорят. Осенний период в принципе непростой из-за сезонных заболеваний. А в этом году особенно. Нагрузка кратно выросла. В клинической больнице не отрицают, что проблема с очередями существует. В основном по понедельникам и пятницам. Именно на эти дни обычно назначаются выписки пациентов. Сейчас будут стараться распределять по разным дням более или менее равномерно, чтобы большое число людей не скапливалось возле регистратуры. В данный момент в клинической больнице можно оформить электронные больничные и бумажные. Здесь есть ряд сложностей. Далеко не у всех принимают на работе электронные больничные листы. Но мы призываем работодателей все-таки начинать это делать, потому что это существенно облегчит работу им и пациентам. И его оформить гораздо проще. Бумажных бланков не хватает. Вопрос об увеличении их числа на время пандемии решается. Случаются сбои в работе программ, что тоже не ускоряет процесс. От клинической больницы этот момент не зависит. Ведутся переговоры с провайдерами, чтобы впредь подобных трудностей не возникало. Также планируют привлекать дополнительных сотрудников, которые бы помогли снизить нагрузку. Положительным ковид-пациентам, добавляет Виктория Стасевич, больничный оформляется полностью дистанционно. Также он может быть выписан за весь период разом после получения отрицательного теста. Автоматический больничный лист не закроется. Приходить к коронавирусным пациентам в поликлинику нельзя. На новогодних праздниках 4, 5 и 6 января в усадьбе Турлики Михайловская состоится театрализованная экскурсия «Рождество в усадьбе». Мы пообщались с ее режиссером Олегом Демидовым, чтобы узнать побольше подробностей предстоящей постановки. На все вопросы Олег Демидов отвечать не спешит, чтобы гости не потеряли интерес, разумеется, и потому что работа еще в разгаре. Идея такова. На нескольких локациях Морозовской дачи будут представлены сцены с участием личностей, имевших в разные исторические периоды отношения к усадьбе. Обещаны Виктор Обнинский, Маргарита Морозова, Евгений Трубецкой, Станислав Шацкий, Георгий Жуков. Все эти персонажи были серьезными дядьками и тетями. И сюда придет много детворы, как сейчас выясняется. И надо будет как-то им на их языке тоже рассказать про Виктора Петровича, например, или про Евгения Николаевича, про политиков, про философов, про меценатов. Вот будем переводить это все на детский язык. Нужно и развлечь зрителя, и рассказать ему что-то, объясняет режиссер. В основном действие развернется на улице. В зале усадьбы поставят живую ель, украсят ее мандаринами, орехами и конфетами. Олег Демидов, осматриваясь, роняет фразу «Здесь Шацкий будет играть в снежки с детьми». Но на уточняющие вопросы не отвечает. Через пару минут еще деталь. У Жукова планируется живой конь. К слову, оба этих героя в большей степени отвечают за развлекательную часть. Шацкий еще понятно, но Жуков. И вновь Олег Демидов не раскрывает интригу. Предположительно, в один день по пригласительным, иначе на спектакль не попасть, придет человек 60. В зале столько не поместится. Скорее всего, каждую сценку поставят дважды. Директор музея Алина Кощеева результатом удивлена. Не успели объявить о задумке с экскурсии, как пригласительные смели. Постановка в зиму и на улице – непредсказуемое дело. Как техника себя поведет, справятся ли актеры. Внутри не сильно теплее, чем снаружи. Олег Демидов рассказывает, Виктор Обнинский однажды зазимовал тут и на следующий год продал усадьбу. Не предназначен дом для зимовки. Это же делается первый раз. Это как высадка на Луну практически. Но очень интересная работа, такой своеобразный вызов. И я думаю, что по-любому это будет интересно. Какие-то задумки приходится исключать еще на стадии обсуждения. Скажем, на башенку здания выхода нет. Использовать не получится. А хотелось. Работа над костюмами – дело нелегкое. Актерам и тепло должно быть, и одежда при этом должна выглядеть естественно. Заведующая костюмерной Наталья Зазуля показывает фотографию Жукова и объясняет, что изготовить аутентичную шинель будет нелегко. Обнинским актерам предстоит играть людей, которые мыслили и говорили иначе. Еще один вызов. Чтобы достоверно отыграть, читают Чехова. Мне кажется, что у Чехова в его арсенале взаимоотношений между людьми есть все. Поэтому там можно все применить к тому, как люди любят друг друга или не любят, как они общаются, чего они хотят. Наверное, поэтому Чехов. Постановка будет в духе иммерсивного театра. Подразумевается взаимодействие со зрителем. Олег Демидов в интервью обмолвился. В свое время остался под впечатлением от спектакля «Черный русский». Ну а если зритель не станет взаимодействовать так, как на то рассчитывают? Будет же несколько показов. На первом будет все понятно. Будет проведена работа над ошибками. И уже следующие показы будет четко ясно, где, с какой интонацией. Может быть, шаг вправо, шаг влево, куда нужно будет сделать. Уже будет более четко ясно и будет нормальное представление. С Шацким, признается Николай Чочин, непросто. Каким был этот человек, непонятно. Приходится додумывать. При изготовлении женских костюмов всегда консультируются с актрисами, говорит Инна Дешина. «Этот раз не исключение. Взаимопонимание костюмера и актера – гарантия хорошего результата. Мне кажется, мужчины-актеры к этому относятся проще», – смеется актриса. К слову, на фотографиях Шацкий обычно без усов и бороды, значит, придется бриться. Николай, улыбаясь, говорит, что, возможно, в период, который увидит зрители известный педагог, решил расслабиться. Что ж, не все сумеют увидеть театрализованную экскурсию в усадьбе Турлики Михайловская. В отделе культуры не исключают. В будущем такие постановки будут проводиться еще. Музыка. Музыка. Для вас выступает Мария Рыбова! Аплодисменты! Несколько минут перед выходом на сцену. Внутренний метроном вычитает такты до вступления, Сережка упрямится в непослушных пальцах. Мария погружена в образ и уже готова дарить зрителям эту песню «У неба на краю». Новое исполнение и совсем другая, но такая пронзительно искренняя история женщины, которая поет – это кавер-версия знаменитой «Белой птицы», впервые прозвучавшей на открытии Казанской универсиады 2014. Визуально донести песню до целевой аудитории помогает команда московского продюсера Елены Шабашовой. Снимаем клип для потрясающей вокалистки Марии. Мы слышали ее музыку и предложили ей сделать классное видео, потому что она уже до этого снимала ролики. И мы решили подключиться и сделать ей такой новогодний подарок. Вот здесь тоже собраны все близкие на самом деле люди в этом клипе. Придут ее ученики, знакомые все. В общем, очень такая должна быть семейная история. У руководителя двух вокально-хоровых коллективов в детской школе искусств номер 2 Марии Рыковой высокие требования к воспитанникам идут от требовательности в первую очередь к себе. Поэтому сегодня она снова студентка и гордится, что ее наставником по вокалу является солистка-геликон-опера, заслуженная артистка России Мария Карпиченко. Работаю над собой. Считаю, что развиваться надо постоянно, не останавливаться на достигнутом. Съемки клипа на сказочно нежную песню Игоря Крутого шли в ДКФ и полным ходом. Статисты получали инструкции режиссера, оператор выставлял свет, отмечая раскадровку. Помощники готовили зал к съемке и доставали реквизит. Кого-то гримировали и одевали, статистов рассаживали в зале и еще раз заставляли пройтись по сценарию. Для съемок были выбраны три локации – две в Обнинске и одна в Москве. В первый день по традиции должны были разбить памятную тарелку, на которой расписались все члены съемочной группы. Но регламент наших съемок не позволил дождаться заветного часа, скажем лишь, что произошло это поздно вечером. В этом музыкальном проекте задействовано пять преподавателей, трое из которых – коллеги Марии. Кавер-версию написал композитор Виктор Ждамиров. Партию фортепиано исполнила Елена Каморина. Партию скрипки – Астхик Сардарян. Пятым в этом творческом квинтете стал сотрудник ИАТ Петр Заботин. Преподавателю кафедры физической культуры тут доверили проявить свои актерские таланты. Вообще, весь этот клип, по словам продюсера, это такая ручная работа, где все детали задуманы и сделаны специально для этих съемок. Мы попросили Елену Шубашову чуть-чуть приподнять завесу тайны будущего клипа. Это история про одинокую артистку, которая, знаете, все время гастролирует по разным городам и весям. И в самый такой семейный праздник в итоге она остается одна. И тут она понимает, что на самом деле важны еще и семейные ценности, духовные ценности. И случается чудо с ней. Наверное, чудеса действительно случаются, если этого по-настоящему хочешь. Мария абсолютно уверена, что без волшебства здесь не обошлось. Ведь как иначе было в такие короткие сроки все успеть и со всеми договориться. Она рассказала о том, как ей пошли навстречу и директор Дома культуры физико-энергетического института Дмитрий Зайленков, и директор городского Дома культуры Ирина Пахомова в организации съемок. Как повезло найти прекрасную портниху и визажиста, а пуще того о том, как однажды в ее обнинской квартире совершенно неожиданно раздался звонок московского продюсера с предложением о сотрудничестве. Сейчас обнинская певица в ожидании еще одного чуда. Музыкальный клип «Птица белая» должен родиться в монтажной со дня на день. И как пообещала Мария, именно зрители Обнинск ТВ станут первыми, кто его увидит. Эльвира Ягудинова, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ Для обнинских кудаистов ежедневные тренировки и выходные на турнирах – обыденность. Не так давно в Москве проходило первенство страны по кудо. Воспитанники спортивной школы «Держава» достойно представили там и Наукоград, и Центральный федеральный округ. Участие приняли более 400 человек от Дальнего Востока до Калининграда. Кристина Забожка пообщалась с юными чемпионами, узнала секреты успешной подготовки и какое место спорт занимает в их жизни. Арсена Витисян в свои 13 лет уже двукратный чемпион первенства России по кудо. Самое успешное выступление на чемпионате мира, проходившем в японском городе Нагоя. Меня в этот спорт отправили родители мои. Сперва отправили моего старшего брата. Я часто наблюдал за его тренировками и понял, что тоже хочу заниматься этим видом спорта. Сперва было трудно совмещать учебу и спорт, из-за того, что сперва не мог определиться, за что взяться за спорт или за учебу. Но потом у меня спорт стал как привычкой. Всю жизнь должен заниматься им уже. На первенстве России по кудо, проходившем в Москве, Тигран Витисян и Дмитрий Мишуничев продемонстрировали лучшую технику ведения боя. Ребята в спорте длительное время и признаются, что кудо для них стал неотъемлемой частью жизни. В первую очередь он мне дал хороших друзей, настоящих, с которыми мы с самого детства и до сих пор дружим, общаемся. Ну и в том числе очень много знакомства с ребятами из других городов, с других регионов, в том числе и из других стран даже. В детстве это все казалось шуткой, чем реальными тренировками. Но со временем это все длилось в жизнь и стало частью жизни. Ну сначала на соревнованиях было очень трудно выходить, собираться, но со временем это все очень... Все стало легче собраться, выйти на бой и показать красиво все, достойно. Сейчас, на данный момент, я являюсь призером первенства России, являюсь победителем множества всероссийских соревнований без регионального уровня. Преуспевают в кудо и представительницы прекрасного пола. Пусть девочек в секции и не так много, но они демонстрируют высокие результаты на соревнованиях разного уровня. Юные спортсменки признаются, им нравится чувствовать себя сильными и иметь возможность постоять за себя. Это такие качества, как целеустремленность, твердый характер, это прежде всего форма, это постоять за себя спокойно. Это смешанный вид, если люди идут, там только борьба, а тут и ударка, и борьба. Коллектив, как отмечают преподаватели, дружный и ребята все на равных. Александр Малинкин рассказывает, звездной болезни у детей не замечал, хотя у каждого за плечами накопилось немалое количество побед. У нас очень много стартов, один старт перекрывает другой, ну просто для этого у ребят нет времени, они постоянно находятся в общем дружном коллективе, ну как бы один тянется за другим, поэтому у нас такого не бывает в принципе, ну пока не сталкивались еще. Работа начинается вестись с раннего возраста, да, то есть дети с трех лет начинают как бы приобщаться к спорту, только ненаборством и соответственно уже в более сознательном возрасте, ну как мы понимаем, что с 7 лет они уже выбирают направление дзюдо либо худо, вот, но так как они уже с самого раннего возраста находятся в этом зале, видят своих старших товарищей покемано, вот, поэтому как бы они растут, видят это все и стремятся за старшими. Спортсменов к состязаниям готовят тренеры высшей категории Александр Малинкин, Михаил Бида, инструктор Вячеслав Мишуничев и заслуженный тренер России Юрий Фрай. Кристина Забожко, Максим Сечко, Обнинск ТВ. На сегодня все. Увидимся на следующей неделе в новом выпуске программы «Постфактум». Всего хорошего и до встречи.